Принцу Гарри и Меган Маркель стоит бояться не только собственных хитров, но и фанатов королевской семьи. Последние часто сравнивают поступки герцогов сосекских, покинувших Лондон, с действиями других членов монархии, и часто замечают те детали, которые не должны были всплыть на поверхность. Так произошло и на этот раз, после выступления принца Гарри в ООН в сети нашлись энтузиасты, которые считают, что герцог сосекский попросту копирует своего брата при первой возможности. Теперь над ним насмехаются из-за отсутствия оригинальности своих мыслей. И на то есть несколько причин, главная из них – поразительная схожесть недавнего выступления герцога сосекского с речью, произнесенной его братом в 2021 году в одной из церквей Шотландии. 18 июля принц Гарри вместе со своей женой были приглашены на заседание ООН в Нью-Йорке, посвященное Дню памяти Нельсона Манделлы. Далеко не все, собравшиеся в тот день, чтобы отпраздновать это событие, были рады участию в нем членов монаршей семьи. Так, одна из присутствовавших там женщин держала в руках табличку с надписью «Нельсон Манделла провел за решеткой 27 лет», а Меган и Майер Каэлл не смогла вынести и 18 месяцев во дворце во время пандемии. В зале Генеральной Ассамблеи принц Гарри поднял важную для него тему, он рассказал о своем особенном отношении к Африке, о том, насколько сильно с ней была связана его мать, Леди Ди. Не обошлось и без упоминания Меган Маркель, герцог сосекский признался, что Африка помогла ему понять, что она та самая. После того, как видеоролик заседания попал на YouTube, многие фанаты нашли его слова знакомыми. Оказалось, что свое утверждение о том, что Африка помогла найти утешение после смерти матери, принц Гарри позаимствовал у Уильяма. Герцог Кембриджский произносил эти слова год назад, говоря о Шотландии и подчеркивая, что именно там он однажды встретил свою будущую жену. Один из пользователей даже смонтировал видеоролик, на котором совмещены обе речи, так проще понять, насколько они действительно схожи. Теперь в соцсетях принца Гарри стали называть «герцогом плагиата». Нашлись и те, кто настаивает на том, что принцу Гарри не впервые так поступать. Много лет назад герцог Кембриджский сказал, что его разозлили те люди, которые не были знакомы с его матерью лично, но пришли поплакать на ее похоронах. Позже принц Гарри вставил эти слова в одно из своих интервью, вспомнил один из хитров внука королевы Елизаветы Двух. Описывая выступление герцога Сосекского, многие американские таблоиды писали о том, что зал был переполнен. Но эти слова также оказались ложью, на снимках, сделанных во время заседания видно, что принца слушали всего лишь несколько членов ООН. Некоторые пользователи соцсетей тут же стали шутить о том, что члены Генеральной Ассамблеи сочли выступление супруга Меганы Майер-Кайл слишком малозначительным событием для того, чтобы прерывать ради него свой отпуск. Очевидно, что сам принц Гарри такой позиции не разделяет. Более того, как стало известно накануне выхода книги королевского эксперта Тома Бауэра «Месть, Меган, Гарри и война между виндзорами», он вовсе полагает, что именно брат завидует ему, а не наоборот. Как утверждают инсайдеры из окружения монаршей семьи, такие выводы герцог Сосекский сделал не без помощи своей жены. Меган помогла ему прийти к мысли о том, что их королевский тур по океане и стал предметом зависти для Кимбриджей, пишет автор книги. Королевский эксперт и журналист Том Бауэр готовит к выпуску книгу «Меган и Гарри. Война между ВНДЗО РАМ и». Она обещает стать скандальной и оправдывает право называться таковой уже сейчас. Все благодаря подробностям, которыми ее автор накануне поделился с зарубежными журналистами. Том Бауэр предоставил для публикации изданию Sunday Times отрывок из своей книги, в котором раскрывает одну из причин конфликта между принцем Гарри и его братом. Том говорит, что герцог Сосекский и его супруга Меган Маркель буквально убедили себя в том, что принц Уильям завидует их успеху. И, как утверждает эксперт, причина тому уже найдена. Принц Гарри считает, что брат начал видеть в нем угрозу для себя с первых дней тура по Австралии и Океании, который продлился 16 дней, пишет Бауэр. К слову, та поездка стала первой для герцогов Сосекских, в которую им пришлось отправиться после заключения брака. Во всех странах принца Гарри и его жену радостно приветствовали местные жители и политические деятели. Ощущение того, что Уильям ему завидует, появилось у герцога Сосекского уже к концу первой недели тура и укреплялось до тех пор, пока он не понял, что им с Меган пора покидать клаустрофобный мир британской монархии, пишет эксперт. Определенные усилия к раздору между братьями, по мнению Тома, приложила и Меган и Майер Каэлл, она никогда не хотела оставаться на вторых ролях и мириться с популярностью Кимбриджей. Бауэр настаивает на том, что она «вдохновляла» своего мужа думать о том, что он мог быть куда более лучшим лидером нации, чем принц Уильям. Более того, он акцентирует внимание читателей на том, что герцогиня Сосекская испытывала личную неприязнь к другим членам королевской семьи. Так, он говорит, что сразу несколько инсайдеров признались ему в том, что у Меган и Гарри однажды был «крайне напряженный» разговор с королевой, которая убеждала супругу внука поскорее примириться с отцом, дабы их конфликт перестал привлекать внимание таблоидов и провоцировать негатив в отношении королевской семьи. Ранее коллеги Бауэра, включая ОМД Аскоби, высказывали свое предположение о том, что затянувшийся конфликт двух братьев, кто бы ни был его инициатором, так или иначе негативно скажется на репутации принца Уильяма как будущего короля. По мнению королевских экспертов, на фоне и без того нарастающего в Великобритании негативного отношения к монархии, неспособность герцога Кембриджского помириться с братом рано или поздно начнет вызывать раздражение у подданных. Тем более, что налаживать отношения с Гарри герцогу Кембриджскому все равно придется. Если верить инсайдерам, принц Чарльз готов просить герцога Сассекского и его жену о возвращении в Великобританию сразу после того, как он получит трон от своей матери, королевы Елизаветы II. Причиной такого решения считается желание сына королевы снизить нагрузку, связанную с общественной и благотворительной деятельностью, которая ложится на Уильяма и его семью. Она многократно увеличилась после секс-скандала с принцем Эндрю, а потому помощь герцогов Сассекских была бы не лишней. Королева Елизавета II может быть достаточно строга даже к своим родственникам, и порой они рассказывают об этом журналистам. Так, принц Уильям поделился с прессой рассказом о том, что британская королева однажды отругала его настолько сильно, что он так и не смог выкинуть из своей памяти этот неприятный момент. В своем интервью на авостному телевизионному каналу Sky News герцог Кембриджский признался, что запомнил один из разговоров, произошедших в его детстве, на всю жизнь. Произошел он во время веселой игры на территории замка, в которой принимали участие его кузены Питер Филлипс и Зара Тиндал. Мы в шутку преследовали Зару, которая каталась на тележке до тех пор, пока она нечаянно не врезалась в фонарный столб, он едва не раздавил ее, когда упал на лужайку. «Первым человеком, выбежавшим из Балмарала, была моя бабушка. Она подошла к нам и устроила такую взбучку, которая с тех пор буквально не выходит у меня из головы», — рассказал принцу Ильям журналистам. Принцу Ильям рассказал, что королева Елизавета II стала для него самой настоящей ролевой моделью, на которую всегда можно было равняться. Как он признался позже, это событие помогло ему понять, насколько сильным человеком является его бабушка. «Позже, благодаря ей я осознал, насколько сильным было женское влияние на меня во время взросления, и оно было невероятно важным, учитывая, что я потерял мать в довольно юном возрасте», — подчеркивал герцог Кембриджский. Вовсе нет, в 2016 году все повторилось на торжествах в рамках празднования 90-летия британского монарха. Тогда герцог Кембриджский решил отвлечься от церемониального приветствования народа. Он присел, чтобы отдохнуть рядом со своим сыном Джорджем, но бдительная бабушка быстро дала ему понять, что он проявляет неуважение к подданным. Елизавета II не потерпела нарушения королевского протокола, на видеозаписи церемонии четко видно, как она просит принца Уильяма встать и продолжить выполнение своих обязанностей. Оказывают ли подобные эпизоды из жизни королевской семьи и негативное влияние на взаимоотношения герцога Кембриджского и его бабушки? События доказывают, что нет, совсем скоро вместе со своей семьей принц Уильям переберется в коттедж Аделаида, расположенный в шаговой доступности от Виндзорского замка. Королевские эксперты говорят, что такое решение он принял, чтобы ему было удобнее консультироваться с королевой по вопросам будущего правления Великобритании, которая однажды перейдет к нему от принца Чарльза.